А начнем вечер во Владимире с первого обзора Владимирской газеты в этом году. У нас Сергей Валентинович Казаков, директор издательского дома ТОМИКС, студия. Здравствуйте. Здравствуйте. С выходом в 2019-й. Да, выход в 2019-й. Правда, сегодня одна из тем, которая у нас отражена в нашей газете, такая грустная тема, ушел из жизни Юрий Васильевич Власов. Его называют первым губернатором Владимирской области, хотя его должность тогда еще не называлась губернатором, когда он в 1991 году был назначен указом президента Ельцина, главой администрации Владимирской области. И тогда еще выборов не было. Такое было революционное время, 1991 год, перестройка экономики, перестройка политической системы. Все это помнят, наверное. И вот Юрию Васильевичу достались эти годы. Он 5 лет был губернатором, с 1991 по 1996 год. Я еще его помню, мы с ним были депутатами областного совета народных депутатов, и как-то вот сидели с ним на одной из заседаний областного совета, и он мне говорит, слушай, ты как думаешь, я смогу быть губернатором? А нам было по 30 лет. Мне тут вроде предлагают. Тогда указом президента, вроде кандидатуры, подбирали в Владимирской области. Я так был комиссаром областного штаба студенческих отрядов, вроде область знал, немножко так людей знал, все-таки на себе примерил. Думаю, я не смог. Ты не знаю, ты подумай. А он тогда работал в администрации города Владимира, Игорь Васильевич Шамов он там был. Вот, поэтому, ну вот он принял тогда решение, значит, все-таки нашел в себе силы, и, в общем-то, пять лет отработал. Ну, жалко, конечно, 57 лет человек мог бы еще долго жить. И поэтому, конечно, Царство Небесное, завтра будет прощание с ним, информация есть об этом, кто захочет, может найти в интернете. Так что, Юрий Васильевич, ему, кстати, досталось очень трудное время, там, я уже сказал, шла перестройка экономики, и вот многие предприниматели, которые начинали, тогда шла малая приватизация, так называемая, ну, она и крупная шла, но вот особенно малая, когда там магазинчики какие-то, парикмахерские, появились первые рынки, вот это вот все начиналось, там АЗС вот стали частные создаваться, и вот все это было при нем. И помню тоже такой случай, когда мы приехали в Москву, я был депутатом уже законодательного собрания, тогда меня спрашивают, а вот кому там АЗС у вас принадлежат? Я говорю, у нас где-то 50 собственников, а у нас, говорит, ну, там другой регион, там ребята, у нас, говорит, половина мэра областного центра все под контролем, а вторая все у губернатора. Я говорю, у нас такого нет. То есть вот при Юрии Васильевича Власове все-таки вот эта система, ну, не говорю, что все было справедливо, конечно, там наверняка были какие-то, ну, вот создался новый класс, малый бизнес, вот он появился вот как раз в эти годы, эти вот первые пять лет. Поэтому будем помнить, вот, и, в общем-то, эта тема, да, сегодняшняя такая грустная. Но, кроме этого, мы продолжаем писать о ситуации в Струнино. Вы знаете, там в свое время на прямой линии президента Путина выступили люди с просьбой, чтобы там сохранили больницу, и тогда было поручение президента эту больницу сохранить. Сейчас губернатор тогда был Орлова, сейчас пришел Сипягин, и вот эта тема уже досталась новому губернатору. Сейчас там идут, как бы, ремонтные работы, вот, и, насколько я знаю, там соответствующие финансы выделены, вроде бы все делается, но люди продолжают беспокоиться, что же будет там, как все будет, какие отделения появятся. Вот они хотят одни отделения, там, часть людей. Значит, департамент здравоохранения есть свое мнение. И вот, опять недавно, об этом у нас большой репортаж, значит, состоялся митинг, в котором люди, в общем-то, высказали свое мнение о том, что бы они хотели видеть вот в этой Струнинской больнице. Ну, и там сейчас идут консультации, насколько я знаю, там консультируются, значит, с новым заместителем Сипягина, который курирует, в том числе, здравоохранение. Так что там, ну, я надеюсь, что все-таки будет решение по этой больнице, так, чтобы оно всех устраивало. В первую очередь, конечно, жителей вот этого Струнина. Появился новый шеф, как его называют, смешные ведомства, такой заголовок, это комитет по общественным связям и средствам массовой информации. Там, ну, до последнего времени работала Рита Борисовна Шляхова, вот такой известный персонаж, теперь уже его нет. И вот появился Григорий Белов. Ну, в общем-то, у Григория Викторовича такой послуженный список, достаточно обширный. Когда-то он начинал в нашей газете, точнее, ну, до нас работал в «Консомольской искре», по-моему, насколько я помню. Потом он перешел к нам, в «Томикс». Ну, а там дальше уже «Владимирские ведомости», «Призыв», и «Ваша газета Единой России», и там еще какие-то издания, по-моему, «МИГ-ТВ». Ну, то есть человек с большим опытом, так скажем. Ну, посмотрим, получится ли, потому что, ну, ведомство такое, ну, на переднем плане, что ли, как говорят, пропагандистское ведомство. Ну, я с этим словом не очень согласен, но, по крайней мере, оно должно создавать как бы положительный образ губернатора, по крайней мере, подчеркивать все его какие-то, так сказать, дела, и чтобы они доходили до людей вовремя, была информация, ну, и работали со средствами массовой информации. На мой взгляд, все-таки, губернатор, ну, должен быть открыт. Вот сейчас ожидается пресс-конференция, насколько я знаю, сто дней Владимира Владимировича Сипягина, и будет пресс-конференция. Мы тоже с нетерпением ждем, когда появится в нашем эфире. Да, я думаю, что все-таки надо вот как раз усилить, так сказать, внимание к прессе, больше, быть больше открытым. Ну, мне кажется, никогда открытость, она не мешала. На любые вопросы надо не бояться отвечать. Это, я понимаю, что есть неприятные вопросы. Вот, в частности, один из таких, у нас о нем тоже идет речь, это о сборе и вывозе мусора. Мусорная, так называемая, реформа, она стартовала в России, в частности, в Владимирской области. И вроде бы, еще при Орловой, к этому, губернаторе Орловой, все готовились, там, регионального оператора они выбрали на конкурсе и вроде бы, начали даже уже подыскивать вот по конкурсу перевозчиков, которые будут вывозить мусор. И все вот это перешло, опять же, команде Сипягина. Они вроде подхватили все, что было создано Орловой, но я так понял, что это было создано нежизнеспособное. То есть, пришлось воспользоваться законным правом. Сипягин отложил эту реформу и сегодня, вот за этот год, мы должны будем все вместе запустить вот эту реформу на территории Владимирской области. Я знаю, что вот тот тариф, он 118 рублей с человека, как планировали, в частности, в Владимире, там и в общем в других городах, в муниципальных образованиях, он сейчас отменен. То есть, сейчас все работает по-старому, все работает, как было. Но вот сейчас надо подумать, сесть, продумать каждый шаг и сделать так, чтобы, ну, город Владимирская область, город Владимир, мы продолжали работать. на мой взгляд, сейчас режим уборки мусора, ну, все-таки более-менее нормальный. Единственное только, конечно, надо выводить раздельный сбор мусора, к этому надо стремиться, потому что это дает экономию. Мы с вами до эфира говорили, что в некоторых странах, где люди разделяют мусор, они платят меньше, да. Например, так он, если бы просто сваливал все в один мешок, платил бы 100 рублей, а если он разделил, то он, например, 50 рублей платит. Ну, я считаю, такой стимул должен быть у людей, да. Ну, и вот еще у нас такой большой материал страсти по гайдпарку. Максим Шевченко, мой коллега, депутат законодательного собрания, обратился с просьбой изменить местоположение вот этого гайдпарка, который у нас сейчас в Владимире находится там за колесом обозрения в парке, городском парке. Ну, и что ему ответили, и как это произошло, и какие сейчас будут решения по этому поводу, вот в нашей статье Александр Степанов, наш автор, об этом пишет в нашей газете. Вот, в газете очень много материалов интересных, вот, вспоминаем мы, что крещение будет скоро, и 51 купель в Владимирской области будет открыта под контролем МЧС, как всегда, и, соответственно, структур все, которые за безопасность там отвечают. Поэтому всех поздравляю с наступающим Рождеством, вот, и, в общем-то, крещением, извините, Рождеством, я уже, да, с Новым годом, Рождеством и крещением. Так что, покупайте нашу газету, в ней много интересного, я думаю, что те, кто завтра в киоск распечатки наших распространителей приобретет нашу газету, не пожалеет. А мы прощаемся с Сергеем Валентиновичем до следующего четверга. Спасибо. Спасибо.